Субтитры сделал DimaTorzok Вот стоило DimaTorzok его спасти, все перевернуло и с ног на голову. Так, оружие у нас, только пистолет, все просрали. Наш герой хоть плавать умеет. Так. Ого! Ого! Следовательский центр. Ого! А вот это, вот это уже жесть. Жесть. И я с пистолетом? Да вы что? Пистолет же такое, ни о чем оружие. Так, хотя бы дробовик. Блин. А там вон ящичек. Добраться бы до него. Стоп, давайте доберемся, попробуем. Хочу открыть тот ящик. Отлично. Мусорка не открывается. Тут уже не откроется. Так. Экс. Ого! Да что в тебе. Что за макака? Оружинный шкаф. Да уже понятно, мы уже читали это. Отлично, сейчас как раз посмотрим. Внимание. Всему персоналу отдела снабжения. На следующей неделе мы будем преобразованы в отдел хранения и доставки руды. Все должности и оклады остаются без изменений. 1 сентября 1953 год. Зав. Отделом Смирнов. Давайте. Посмотрим. Так. Что мы можем сделать? У нас пока пистолет, да? Так как крутить-то? Ау. Так. Ну у нас пока пистолет. Модернизация обоим. Увеличение емкости обоим. Магазина. Не надо. Быстрая перезарядка. Не надо. Увеличение урон. Увеличение наносимого урона. Вот это вот нам надо. Так. А. Цена 1, цена 2. Понятно. Такс. Ладно. И давайте, наверное, снайперка и так у нас мощная. Давайте ружье. Увеличенный урон тоже сделаем. Будь начеку. Выброс радиации и сингулярности превратил местных жителей в мутантов. Не попадайте им на глаза. Пипец. Как тут не попадаться им на глаза, если их здесь целая куча. Куча. Фу. Мясо. Такс. Немного ВК нет у нас. Ладно. Они совсем близко. Иди. 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 давайте пойдем твари тихо тихо держи они еще телепортируются это вообще вообще не айс у нас было двенадцать мы укрылись от взрыва сингулярности на складе неподалеку отсюда но потом нас нашли твари теперь настолько трое нам надо выбраться с этого острова опа опа тихо тихо стопа стопа вы еще живучие такие спецназ я все спецназ блин патроны для дробовика я че дробовик где-то пропустил что-ли или че радиостанция почти дошли шах и мат конь защищает ладью но слон берет короля прости павел мы оторвались от чудовищ или просто им надоели сейчас мы в безопасности павел выбегнул лодыжку мы боимся что она сломана эту ночь мы проведем здесь к счастью убежище нашли шахматы и запас водки уютная домашняя атмосфера совсем уютная ружьем не дайте блин ай-яй-яй-яй ну-ка давай-ка еще раз держи ты о еще живой нет нет блин с пистолетом это вообще нереально хорошо их по одному пока а если их будет целая куча тогда что тогда что а лодыжка лодыжка о тоже другой разговор х твой ход лабораторию 2 ухты тихо-тихо-тихо стрибы стрипи заезжай ну что-то застрял то так 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 говорит другой вход в лабораторию тут даже не оглядеться с ними нормально держи держи так 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 ох ты нифига себе я пропустил момент сам себя взорвал так 5 лиз ух ты нифига себе жесть в убежище находится устройство известное как мвп его изобрел доктор баррисов один из ученых работавших здесь в пятидесятые годы интересно что за мвп и туда же так отлично пришли пробрались на станцию не повезло чуваку как всегда как у нас наплыв новых сотрудников как у нас наплыв новых сотрудников и военных и ученых должно быть готовится какой-то очень важный проект она моя подруга из администрации говорит что у них огромный поток новых данных и все работают в ускоренном темпе это же хорошо правда 2 августа 1953 год Алена Козлова секретарь лаборатории что-то нажал а здесь что а здесь что он оооооо ооооо по он чувствую сейчас будет жарко Согласно записям МИР-12, в этом здании есть секретный вход, ведущий к убежищу. Найди его. Так, найти секретный вход в катакомбы. Электростанция и свою кучу, где-то колбы стоят, непонятные. Так, баллоны с жидким азотом, поврежденные баллоны с жидким азотом замораживают всех, кто находится рядом. Разбивать замороженных противников, пока они не успели оттаять. Тут интересно. Но... Что? Ой. Что-то как-то... Ох ты тварь, а откуда они эти бочки берут. Какие-то эти... в колбах эксперименты проводили на этой электростанции. Так, все собираем, собираем весь лут. Аптечки, конечно, летят. Будьте наде. У испытуемых увеличилась плотность мышечной массы. Явные действия изотопов Е-99, которые... Эта лаборатория опечатана. Что? Вы с ума сошлись? Что все это значит? Аня проник посторонний. Следуйте за мной. Кто вам дал на это право? Я. Доктор Демичер. Вы знаете, что доктор Баррисов не потерпит? Баррисовым я займусь лично. Он предал Родину. Вы двое. Забейте всех и найдите прибор. Ты знаешь где оно? Говори! Пусть сначала Демичев сгорит в воду. Если хочешь жить, делай, что тебе говорят. Демичев напрасно считает, что барбары вроде вас помогут ему доить правду. Понятно. Такс. У подопытных рыц проявляются результаты инъекции Е-99. Резко выросли мышечная масса и физическая сила. Такой гипертрофии я еще не видел. Нужно доложить об этом в отдел испытаний на людях. 22 декабря 1953 год. Лаборант Мария Чехова. Ого! Блин! Ух ты! Когда он исчез ему пофиг. Держи. Ах.. Ух ты! Одни руки и ноги остались. Так, какие-то чертежи. Сгусток энергии или портал какой-то, что ли. Такс, минуту. Это рабочий журнал доктора Виктора Барисова. Похоже, моя мысль о том, что Е-99 влияет на время, верна. В нашем последнем опыте зерно кукурузы дало урожай уже через три дня. Какие перспективы! Доктор Демичев потребовал испытать Е-99 на людях. Разумеется, я отказался. Ты отказался, но тут и без тебя справились. Справились. Так, найти вход в хранилище. Такие штуки мы видели в этом, в школе. Так, интересно, они опасны или нет? Давайте попробуем. Упс. Было. Так, ладно. А как их? Ага. Вот как их? Надо, значит, аккуратно, то они убивают сразу же с первого удара. Ага. Ух ты. Так, это вот, похоже, секретная лаборатория. Твой сигнал пропал с радара. Значит, я полагаю, ты достиг убежища. Там находится МВП. Из-за этого устройства Демичев убил твоего друга. В пещере еще много руды, а шахтеры оставили кое-какое оборудование. Думаю, здесь никто не помешает мне проводить эксперименты. 30 октября 1954 год. Доктор Борисов. Какие-то всякие записи. Киноархив. Уважаемые коллеги и члены полетбюро. Я доктор Виктор Борисов, руководитель научной станции Каторга-12. Изучение Е-99 оказалось более плодотворным, чем я ожидал. Мы открыли, что этот элемент позволяет менять положение объекта во времени и пространстве. Запись опыта номер 143 с мобильным временным преобразователем или сокращенно МВП. Как видите, МВП может возвращать объекты в их первоначальное состояние или приводить в негодность. Не стоит направлять устройство на живое существо. Последствия будут весьма неприятны. Я уже веду работу над уменьшенным вариантом устройства. К сожалению, МВП работает только на предметах, содержащих Е-99. Я уже добился больших успехов и хочу продолжить исследование. Слава КПСС! Круто! Круто! Я хочу уже такую штуку. С такой штукой можно стать супергероем. Так, прототип готов. Громадный и тяжелый. Нужна более изящная модель. Но пока и это подойдет. Доктор Виктор Барис. Вот он, прототип, да? Событие. Наш мирный атом. Я так полагаю, за этой дверью он находится. Что, даже никаких ловушек нет? Я доктор Барисов, профессор Московского института радиации. Отчет номер 19. О возможном применении мобильного временного преобразователя. МВП, как я его называю. Так, как его взять? Доктор Барисов. Продолжение следует... Продолжение следует...